Продолжение следует... 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 Мам, ты куда пошла? Ну, там кто-то скребется, по-моему, нет? Ира, там какой-то шум. Стоп! 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 Воскрес! Воскрес! Стоп! 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 А кого же в таком случае убил охранник? Я не знаю. Мы так счастливы. И вы поправились, и за Снапом все в порядке. Мы так волновались. А вот эта собака, которая на меня набросилась, она вообще откуда взялась? Знаете, очень странно. Никто не обращался к нам, не искал. Вообще ни один нормальный хозяин свою собаку рядом с чужой не посадит. Посторонние же не знают, что ваш Снап начисто лишен охранных качеств. Такое впечатление, что их поменяли. Только вот зачем это сделали? А в тот день чего-то такого необычного, странного вы не заметили? Необычного? Даже не знаю. Ну, разве что старушка Филимонова. А, это с котом? Да, с котом. Ему в обед сто лет, да еще страдает ожирением печени. Вот и приходится колоть препараты, которые стимулируют работу печени. Ну так вот, Зоя Филипповна, она обычно такая кроткая, тихая. А здесь такой скандал устроила, потом приступ этот. Странно. А вы не могли бы мне дать ее адрес? Адрес? Ну, конечно, могу, только зачем? Что с нее взять? Возрастные изменения мозга, знаете ли? Да нет, взять мне ничего не нужно. Я думала, наоборот, как-то помочь старушке. Тогда, конечно, пойдемте, я посмотрю в журнале. Светочка, если что-то вы вспомните, вы мне обязательно позвоните. Конечно, конечно. О, а ты что явилась? Ничего больше для тебя делать не буду. Не проси. И никаких денег мне твоих не надо. А сколько я вам денег дала, не забыла? Здрасте, сто рублей, а не помнишь? Сто рублей, так мало. Я сегодня пятьсот дам. Только расскажите, о чем мы с вами договаривались? Склероз, как у меня. Надо ж, такая молодая. Заходи. Заходи. Только деньги вперед. Хорошо? Проснулся я на обед не поздно, а снился мне... Ой, ухажер мой, Митяка, еще до войны за мной ухаживает. Ой, такой веселый. Прям такой с гармошкой говорит мне. Чего ты говоришь? Поближе к делу, пожалуйста. Ну, ты же сама сказала подробно. Ну, вот. Сходила я в булочную. Ой, булочную. Там эта Зинка, продавщица. Никогда у нее сдачи нет. Вот никак не придешь? Ты веришь? Я ей говорю, Зин, ну что ж у тебя никогда сдачи нет? Еще поближе. Так тебе же непонятно будет. Ну, почему непонятно? Значит, я дала вам деньги. Чтобы вы что сделали? Ой, веришь, до сих пор сердце не на месте. Я ведь думала, что? Думала, серемоши. Радости мои. Курочку свежую куплю. Очень меня курочек уважает. Сто рублей, думала, творожок еще останется. Оно вон как вышло. Представляешь, такую хорошую собаку застрелили. Я прям даже не знаю, что я делать сказала. Слушай, че ты нервничаешь так? Такая молодая, красивая, че ты так нервничаешь? Смотри, как у меня фелемоша. Фелемоша Чикдак, ты мой Чикдак. О, как разбудили моего нового. Хорошо, да? Деньги верните назад. Ну, это че? Я же рассказываю. Так, по порядку. Идем мы с Филимоном к доктору, то ты идешь и говоришь. Дам сто рублей, если сделаете, как я скажу. Когда будете у доктора, я зайду с черной собакой. Вы тогда кричите, чтоб собаку увели. Я собаку уведу, а потом приду одна. И вы тогда притворитесь, как будто плохо вам. Ну, я думаю, делать не хитрое, но и согласилась. Зачем я так делать велела? Вы не спросили? Меньше знаешь, лучше спишь. Ну, и что? Ну, и стоило нарушать постельный режим, чтобы поболтать с какой-то умалишенной старушкой. Приняла меня за злодейку. Как соседка Костика. Сплошные умалишенные старушки. А может, это просто совпадение? Костик тоже пострадал он в реанимации. Но ты же прекрасно знаешь Костика. Может, он просто отлеживается в безопасном месте. А если он правда в коме? Надо расспросить Варвару, его жену. Сюда нельзя. А почему? Мне очень нужно. Да зачем он вам нужен? Он все равно ничего не понимает и ни на что не реагирует. Скажите, вы замужем? Вот когда вы выйдете замуж, вы поймете, что это самое нормальное состояние мужчины. Ничего не понимать и никак не реагировать. Мне очень нужно. Костик, ну как же ты мог, Костик? Только не думай, что я поверю, что ты лежишь без сознания и не слышишь меня. Костик, я собираюсь завещать тебе свой дом в Мышкино. Ну ты прости меня, Костик. Я думала, неважно. Прости, если из-за меня ты оказался в таком состоянии, но, знаешь, мне тоже не сладко. За мной кто-то охотится. Сначала этот пожар с уколом снотворного. Потом меня собирались угнать на моем собственном автомобиле. А теперь это собака. Прости, но я... Я думала сначала, что ты тоже замешан. А потом поняла, что нет, ты не способен убить. Украсть, да, обмануть, да, но убить. Я достаточно с тобой прожила, чтобы понять, что на такой подлый поступок ты не способен. Тебя тоже водили за нос. Ну кто? И зачем? Деньги. Ты снова про деньги. Врача! Скорее врача! Врача! Скорее! Врача! Что, умер? Ожил! Так, 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 так. Костик! Извините, извините. Странно. А ну? Ага. Никакого реагирования на свет. Странно. Никаких жизненных показаний, кроме этого рефлекса. Да это и есть его главный жизненный рефлекс. Деньги. На меня покушаются и за денег. Ну кто? Ну? Я говорю, ну. Обожаю смотреть, как мужчина работает. Смотреть все любит. У него лицо такое духотворенное сразу. Первый раз камин чините. Второй. Ну что, научитесь? Знаете что? Посмотрели, как мужчина работает. Насладились? И хватит, идите отсюда. А у вас рубашка запачкалась? Ничего, Оленька постирает. А знаете что? Вы тоже своего Аркадия что-то быстро забыли. Какого Аркадия? Какого? Своего мужа. Или вам все равно кого охмурять, лишь бы Аркадием звали, да? Георгий, не говорите глупости. Знаете что, Анна? Нюся. Какая разница, Нюся? Что вам от меня надо, а? Да мне ничего от вас не надо. Я же сказала, люблю смотреть, как мужчина работает. А вы что-то так разнервничались? Позвайте Оленьку. Кого еще принесло? Ах ты дрянь. Еще хватило наглости прийти. Убийца, воровка. Да нет, мы ошиблись. Я не убийца. Ну никакая я не воровка. Что вы такое говорите? Ты, ты, Люка. Только ты на такое способна. Я Люка? Я не Люка, я Даша. Юбку подними. Что? Юбку подними. У тебя пятно над коленкой есть? Какое пятно? Ну вот, нет пятна никакого. Смотрите. Точно, точно, ты не Люка. А вот по физиономии отличишь. Хорошо. Можно объяснить по порядку, кто такая Люка? А чего ты меня в моем доме допрашиваешь, а? Потому что меня обвиняют в убийстве, которого я не совершала. Тогда идем за стол. Садись. Садись, садись, не бойся. Не надо. Я не буду петь. А вы пейте. У вас горе. Горе. Какое горе? Болезнь у меня. Булемия называется. Жру и жру все время. Алкоголь это так. Для расщепления жиров. А все из-за кого? Из-за костика. Ой, вот у меня первый муж был. Помер царство ему небесное. Золотой человек был. В прямом и в переносном смысле этого слова. Он мне квартиру оставил. Деньги или драгоценности. Я год погоревала, да. А потом на свою беду Костика встретил. В начале он был просто принц из сказки. Да. Нигде не работал. Все меня обхаживал. А я дура. Ой, ты довольна, да. Покойный, ты все в делах, в делах. Внимания от него никакого не дождешься. А когда денежки-то мои кончились, куда все нужно сделать? Ты, говорит, меня как женщина не интересуешь. Ты, говорит, толстая и ограниченная. Ну вот, после этого моя болезнь ты развела. Да. А почему вы не развелись? Ммм, как же, разведешься с ним, разбежишься. Он еще в самом начале, когда мы только начали жить, он заставил муж эту квартиру продать. А когда я про развод-то заикнулся, он говорит, пожалуйста, на все четыре стороны. Я им говорю, так давай разъезжаться. Какой, говорит, разъезжаться? А у меня, может, десять человек здесь вот прописано. Я говорю, ну хорошо, тогда отдай мои деньги-то за мою-то квартиру. Он говорит, какие деньги, какие деньги ты все проела? Ты вон сколько жрешь! Мерзавец! Писунь! Ой, подонок! А Люка при чем? Люка. Люка его любовница. Он ей все деньги отдал, я знаю. Да ладно! Ну быть такого не может. Вот с Костиной жадностью он на такие поступки романтические не способен. Ну а про пятно на коленке ты откуда знаешь? А я год назад последнюю попытку предприняла, да. Поехала на курорт, ну специальный, где худеют, да. А сама думала, как он баб начнет водить. Я тогда такой маленький фотоаппарат в шпионском магазине купила. Его знаешь, где спрячешь, а он потом раз в сутки сам по себе фотографирует. Фотографирует. Ну и что? Что? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот вылитая ты! Такое же наглое лицо. Да где же я-то? Тут одна коленка и видна. Я когда это обнаружила, я такой скандал закатил. Говорит, не трошлюку. Я уж потом узнала, что они общие дела обстряпывали. У них общая фирма была. Мои денежки кончились, надо было же кого-то другого дать. А что за делишки, а? Вот это тебе знать совсем не нужно. Мне как раз лучше об этом знать. Потому что в этом может быть тайна покушения на меня и Костика. Я сплю чуть-чуть, немножечко, сейчас подожди. Барбар! Сейчас, Костя, сейчас. Сейчас мой кролик. Как раз я иду, я сейчас покажу. Сюда тоже очень спокойно. Как раз я выйду. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гош, а что, дым не должен разве через трубу уходить? Так он и выходит, но только пока еще не совсем. Я вот тут над ним работаю. Над дымом? Ну, над дымом и над камином. Гош, скажи, у тебя нет? Мне отверточка нужна. А смотря какая у меня разная. Понимаешь, у меня чемодан с кодовым замком. И код сломался. Ну, так давайте я вам помогу. А сможешь? Ну, обижается. Так, сейчас посмотрим. Ага, так. Ну-ка. Ай, нет, здесь отверткой не обойтись. Нужна шпилька. Шпилька. Ага. Есть? Сейчас посмотрю. Вот. Ага. То, что надо. Сейчас посмотрим. Ну, все, готово. Спасибо. 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 Пожалуйста. Спасибо, Георгий. До свидания. Ну-ка, быстренько посмотрим, что здесь. Так. О-о-о. А это? Доходчик. Салон красоты «Сказка» О.Н. Салон красоты «Сказка» О.Н. Повезло. На трюху. Не взет. Встречаешь. Алло. Это я, привет. Да, я думаю о тебе. Ну, я не могу тебе ответить, что я думаю. Встретиться? Да-да, я тоже хотела. Догадалась. Там же. Ну, до встречи. Простите, я могу вам чем-нибудь помочь? Да, мне нужна Оксана Николаева. А так вам маникюр? Да, значит, маникюр. Пожалуйста, проходите. Оксана, к тебе. Ой, здравствуйте. 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 Так, ручки кладем вот сюда. Ой, у вас чудесный маникюр, совсем свежий. А что бы вы хотели сделать? Поменять цвет лака. Цвет лака. А я вам могу предложить арт-маникюр. Вот посмотрите эскизы. Ну, давайте попробуем. Так. А меня вам просили передать привет. Да вы что, кто? Ну, Костик Воронцов. Ух ты, девочки, Костик нам привет передавал. Ему привет. Ему привет, но вы помните, он нам так помог? Да. Да? Надо же. А что же он такого сделал? А он вам ничего не рассказывал? Нет. Он сказал, что если хочешь в хороший салон, пойди в сказку. И передает мне привет. Ух ты. Он у нас еще и скромный, оказывается. А что же он сделал-то? Ой, да он нам фактически жизнь спас. Да? Да. Представляете, у нас хозяйка была сущий ужас. Просто ад какой-то. Орала на нас постоянно. Это был какой-то кошмар. Она каждый вечер нам устраивала разбор полетов. И вычитала, деньги вычитала за каждую мелочь. Мы просто с ума сходили. А когда нам вот уже все надоело Костика, что он придумал? На полчасика пригласил ее молодого мужа. У нее муж молодой, красавчик. Она в нем души пространичает. Туда перед ним бегает на задних лапках. Ну вот он пришел на полчасика пораньше. Так что вы думаете, потом на следующий день она к нам прибегает, у всех прощения просит? Да, и представляете, администратора нового наняла. Милейший молодой человек. А сама к нам теперь прибегает только по праздникам, вот и подарочки подарить. Ну, нам, конечно, это все влетело в копеечку, но мы не жалеем, потому что сейчас живем буквально как в сказке. Да. Какой, оказывается, Костик-благодетель. А где вы с ним познакомились? Ну, меня... Меня с ним познакомила моя подруга Леночка Костина. Она секретарша работает в банке полет. Ну, вот они тоже его услугами пользовались. Расчет в банке полет. Девушка, добрый день. Мне нужен адрес банка полет. Ага. Спасибо. К кому? Мне нужна Лена Костина. Фио. Что? Фамилия, имя, отчество. Васильева Дарья Ивановна. Нет в списках. Да-да, я знаю. Мне на консультацию. Я хотела счет из Леонского банка перевести в ваш банк. Запись только через поручителей по телефону. А-а-а. Резонно. Как при таком сервисе ваши клиенты еще не разбежались? Не поверите. Чудо. И я так думаю. Простите, вы не Лена? Добрый день. Скажите, вы не Лена Костина? А вы не Лена Костина? А здесь есть Лена. Вы не Лена Костина? Не Лена Костина, нет? Да. Вы Лена Костина? Ой, добрый. Здравствуйте. Скажите, я вот от Оксаны Николаевой из сказки по поводу Костика. Ой, потому что он нам так помог, он нам так помог, мы ему так благодарны. А что случилось? Нет, нет, нет. Можно вас на минуточку? Я хочу попросить рассказать вас мне. Вот. Давайте вот здесь присядем. Присаживайтесь. Дело в том, что я собираюсь воспользоваться услугами Костика. И хотела бы узнать, на чем он специализируется? Практически на всем. Да? Да. Ну, судите сами. У нас был начальник отдела, бабник ужасный. Его страдали все женщины, все. Вот начиная от совершеннолетней до пенсионного возраста. До всем, я вам говорю. В общем, наше терпение лопнуло. Ну и девчонки все сбросились и позвали Костика, чтобы решить эту проблему. А нам как раз нужен был курьер. Костик нанял специальную барышню, и она пришла к этому начальнику на собеседование. В общем, на следующий день начальнику приносят письмо, якобы от управляющего, проверить всех сотрудников на СПИД. Наша барышня бегает в кабинет. Милый, у меня обнаружили СПИД в острой фазе. В общем, что-то получилось. Наш начальник уволился в тот же день. Да, да, ну представляете. А у него сотрудники надежные? Сотрудники? Ага. Да нет, он же один работает. Вы что? Один? Ну, конечно. Тут же дело такое, конфиденциальное. А вы его как нашли? Да, Ленка. Моя подруга Ленка? В общем, есть подруга Ленка. Она работает в торговом центре. Господи, я вам сейчас объясню. Работа, вот если заходите сейчас вот за углом, да, садитесь в централе и в усмотрю. Ну, и что? Ну, и долго мне так по следам этого сарафанного радио ездить и душесчипательные истории слушать? А ни на кого я так и не вышла? Конспираторы. Вкусно? Хорошая гламусль, да? Хорошая. Причем клубничная, это просто фантастика. Да. Привет, Даша. Здрасте. Какая, скажем, прямо очень неожиданная встреча. А Гоша любезно согласилась не пойти со мной в магазин. Ты же знаешь, для Кишки шутка не хуже всякой пыльки, я уже устала его просить. А у Гоши оказался очень хороший вкус. Мне мне только посоветовала. Смотри. Потом, потом. Дома. А, мы тоже собираемся домой. Поехали? Да. Нет, я не могу. У меня тут встреча назначена. А с кем? Ну, Гоша. А вы, молодой человек, лучше ответьте мне на вопрос. Как же продвигается ремонт у нас в доме, пока вы тут занимаетесь с моей невесткой шопингом? Даша, ну перестань. Да я тоже хотел вначале работу закончить. Да чего? Всю работу, работа. А жизнь проходит. Можно тебя на одну минуту? На одну минуту. Ну что? Ты что, не понимаешь, к чему могут привести ваши с Кешей игры? А почему сразу я виноват? Как Аркадий ко мне, так и я к ним. Я не спрашиваю, кто виноват. Я по личному опыту знаю. Да, твой опыт в замужестве дорогого стоит. Да, мой опыт дорогого стоит. Поэтому я говорю, учитесь на моих ошибках. Не нужно ничего доказывать друг другу. Самое ценное, что у вас есть, это ваша любовь. Ты думаешь, я не понимаю? Ну ладно, дома поговорим. Мне еще нужно тут кое-что. Я же прекрати. На, попробуй. Съешь, съешь, пожалуйста, съешь. Вкусно, пожалуйста. Молодец. На, сама попробуй. Здрасте. Ой, мамулик. Здрасте. Какая встреча. А мне кажется, что вы не рады меня видеть. Нет, нет, очень рады. Сейчас как раз это... А я как раз не рада. Можно тебя на минутку? Ну, все, извините. Чего ты не порываешься? Наверное... Кеша, а ты знаешь, где находится сейчас твоя жена, а? Не знаю, но почему? Как ты можешь, Кеша? Ольга страдает, а ты... Так, мамочка, подожди, подожди, объясни мне, пожалуйста. Ольга страдает, да? А скажи, пожалуйста, когда я страдать? Когда я страдать, если все свое свободное время она тратит на кокетство с этим... с этим Гошей? Да ты не понимаешь, она таким образом пытается привлечь твое внимание к себе. Нет, нет, мам. Это очень плохой способ. Мне он не нравится. И лучше бы я этого не видел. Понятно? С тобой невозможно разговаривать. Нет, давай поговорим. Давай поговорим. С тобой невозможно разговаривать. Ты замечаешь, как Ольга страдает, а как сын твой родной страдает, как он до себя переживает. Ты не замечаешь. Кто-нибудь мне объяснит, что происходит в нашем доме. О, а вот и твой режиссер. Здравствуйте. 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 Привет. Здравствуйте. Приятного аппетита. Да, купил марк ведь с собаками, с птицей для когтей. Конечно, конечно. Что случилось? Мне расхотелось есть. Пойдем? Да. Мама, мама, мама! Скандал. Да это не то. Это не то, что ты думаешь, Кешинка. Ты меня да. Я понимаю. Ну понятно, паразоник это какая-то квартира. Но где? Алло. Алло, алло. Да, Шутка. Ты как, пришла в себя? Свежим воздухом, наверное, дышь, сил набираешься. А ты мне ничего не хочешь рассказать? Хочу. Ух, как хочу. Ну, нечего. Пока нечего, Саша. В марквите все передавали тебе пламенный привет. Саш, я перезвоню. Или ты перезвони, если новости какие будут. Пока. Ну и что? Сказали, что нормальных щипцов у них нет. И что нужно ехать, если срочно надо, в поросенок. Поросенок? Куда? В магазин. Такой зоомагазин. Там у них в витрине свинья выставлена. Они даже адрес не написали. Сейчас. Вот он. Ха-ха. Какое простое решение задачи. А я вообще не понимаю, что может быть сложного в покупке щипцов? Ага. И не понимай. В этом доме один злой подъезд. Но он-то мне и нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Мы проводим рекламную акцию «Надежный ли у вас замок?» А-а-а. А это как? Дело в том, что сейчас многие замки можно открыть любым ключом. Ага. Так вот, мы заменяем ваши старые замки на новые. А-а-а. Супернадежные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А зачем это? Да. Вот ключ. А-а-а. Ваш замок. А-а-а. Так, пробуем. А-а-а. А, не подошел. А-а-а. Не подходит. А-а-а. Значит, у вас очень хороший замок. Поздравляю. Спасибо. Не нуждается в замене. Да. Извините. Всего доброго. Я к соседям наверх. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А я-то откуда здесь? Зачем? Странно. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...